Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем прохождение Райзен. В предыдущей части мы освободили друида из тюрьмы и смогли успешно восстановить второй из дисков. Ну, можно сказать, первый из дисков. У нас всего два. Один мы добыли, не помню каким путем мы его добыли, а второй вот, который, это инквизиторовский, был сломан, но мы ему вернули прежнюю магическую силу. Сейчас же нам надо отправляться на поиски остальных. Ну, на дворе ночь, как видно, и мне кажется, надо бы заночевать сперва. Даст ли нам друид поспать на его кровати? Или он сейчас прогонит нас, скажет, что это моя кровать? Нет. Он у нас в долгу, мы спасли ему жизнь, можно сказать, поэтому, естественно, он не будет противиться. Так, как этот факел? Просто выбросить, да, теперь? Жаль. Каждый раз приходится выбрасывать факела. Нельзя просто его затушить и сложить себе в рюкзачок аккуратненько. Так, канатная лестница, там уже бывали. Надо теперь подумать, куда идти именно, и я думаю, можно еще одну из могил вырыть. Они где-то находятся неподалеку от меня. Вот здесь вот, допустим, вот это, да, две штуки. Можно сейчас по-быстрому переметнуться в замок, от него спуститься. И прямо за фермой, за вот этой вот тильды, есть одна из могил. На самом деле, удобно. Давайте, наверное, так и сделаем. Итак, камушек. Отличная способность у нас теперь есть. По-быстрому так раз, и в нужном месте уже. То, что нужно. Ага, тут самый мост. Здесь мы летали. Мне вообще так понравилось. Еще бы на ферме тильда, где камень этот как-нибудь получить, надо будет сейчас спросить у главного из магов. Может быть, он мне может как-то предоставить камушек-то этот. А то каждый раз так вот бегать здесь через храм, но это тоже достаточно затратно по времени. По одним и тем же местам ходить. Мне очень приятно. Я уже немножко здесь и даже освоился. Знаю, что где да как. Самое странное, что ворота теперь постоянно открыты. Хотя открывали их только для нас. А сейчас такой проходной двор получается. Ходите все, кто хочет. Итак, мы сейчас где-то уже находимся на севере от этой самой фермы. И надо бы глянуть. Ну да, вот она. Прям совсем рядом. Я, можно сказать, сейчас смотрю на нее. Где-то вот туда она. Ну-ка. Вот если идти четко прямо, я приду к той самой могиле. Давайте так и сделаем. Даже это озеро, оно здесь так и отображено на карте. Причем я здесь уже был. Я здесь сражался. Ожесточенные бои здесь были. С разными тварями. Ну, на тот момент, по-моему, я еще даже не знал о существовании таких могил. По-моему, это все было до этого. Хотя могу ошибаться. Так, мне куда-то, наверное, вниз, да? Ну, я смотрю прямо на нее четко, на нее, на эту могилу. Ну, она прямо на этом склоне. Как туда пройти? Там и корона героя лежит, я вижу. Ну, растение такое. А вот прямо под нами, да, она? Точно. Так, по камням будем прыгать. А что остается делать? Не разобьемся ли мы здесь? Так. Следующий камень где? Вот сюда, да, ну? Вот она, могилка нужная. Здесь что-то есть. Сейчас огромный сундук достанет. Мощь. Итак, следующее письмо. Чаша, 250 золотых. Нормально. Письмо стальной бороды старое. Полуислевшее письмо. Два из пяти. Всего три могилы осталось. Не так уж и много. Так, это мы читали, да? Вторая могиле. Я зарыл шесть сундуков с сокровищами в могилах, но мои драгоценности только в одной из них. Фергольд был самым тяжелым из всех. Он весил столько же, сколько два диких кабана. В могиле едва нашлось место для сундука. А, то есть, вот эти записки про того бандита, да, он там писал что-то. Это он имел в виду как раз ту самую могилу, которую мы разрываем. Что именно в нее он этот самый сундук помещает. А я думал, это какая-то подсказка для меня. Ух ты, кристальный шар левитации. Я могу прямо отсюда улететь сейчас? Да не, мне это не надо. Я сейчас еще сперва свитки все возьму. Так, а свитков нету, да? Ой, что ж погода-то так ухудшается? Зачем такое? Итак, ну, на ферму тогда полетим, да? Самое такое оптимальное место сейчас. Ну, и от фермы уже двинемся куда-нибудь. В энергозаберегающем режиме будем лететь. Так. Вообще, отличное заклинание, очень мне нравится. Прям мега полезное. Они сейчас в шоке будут. Не ждали? Ничего не трогай. А, это не ферма Тильда, это ферма этих. Так, значит, нам надо тогда в хлев и переночевать. Я не хочу в такую погоду куда-либо отправляться. Добрый день. Они, наверное, в шоке, что за едиот здесь летает. И сразу же спать. Что, погода еще... Ой, она только ухудшилась. Еще дальше спим. Смотрите, гроза, да? Насколько дней. Продолжает все. Ну что, давайте такую посморную погоду дальше идти. А что делать, да? Остается нам. Кстати, есть вариант сейчас. Давайте, наверное, закроем квесты, которые у нас в городе остались. Я давно хотел с ними раскидаться. Те самые кольца, жерель. Что их с собой носить все это? Давайте сразу в Фарбортаун слетаем. И расквитаемся со всеми. Может быть, даже тот человек, торговец, который говорит, что мы убили прекрасное животное, обдумывался и решится все-таки деньги нам отдать. И надо по поводу сыновей доложить. Я поговорил с Уильямом. Уильям? Мой мальчик? Ну как он? Он учится в монастыре. С ним все в порядке. Убил отличное животное. Нет, этот по-прежнему вообще ничего не хочет. Говорит нам. Итак, сейчас нам тогда нужно подойти, получается, к Сиду. К его жене. И побеседовать по поводу их колечка. Что у нас ожерелье и жемчужное. Недаром я их. У меня аж две штуки их. Я так и думал, что где-нибудь в дороге мне определенно должно попасться. Что просто так это не останется. Тут сейчас хорошо. Самые лучшие гражи совершаются, когда вокруг царит хаос. Какой же ты мерзкий, а. Я хочу стать хорошим вором. Нам надо прокачать еще, вскрывать замки, потому что мне уже надоело пропускать столько крутых. Без ключа. Вы можете отпирать невозможные замки. Да. Покажи мне, как вскрывать очень хитрые замки. Чтобы добраться до настоящих сокровищ. Тебе потребуется нечто большее, чем отмычка и удача. Ты должен обладать настоящим мастерством и интуицией. Поскольку в начале ты не знаешь, как устроен данный конкретный замок, тебе нужно прощупать его механизм с помощью отмычки. Когда ты поймешь внутреннее устройство этого замка, ты будешь знать, какие засовые пружины тебе нужно нажать или потянуть. Я мог, конечно, меч прокачать, пять очков этих, и стратить на них, но столько раз меня жаба душила, когда я во всяких храмах, криптах находил сундуки сокровищ и не мог их открыть. Это же вообще печально. Мне нужна отмычка. Может быть, мы немного поторгуемся? Да. Мне необходимо обзавестись отмычкой. Двадцать штук. Сколько они стоят? Двести, да? Давайте купим сразу же. Потому что мы сейчас много путешествуем очень по таким местам, где лежат сокровища. Может быть, там доспехи, оружие, что угодно. Смотри, какая у меня тут красивая нитка жемчуга. Действительно. Ладно, давай ее мне и можешь забирать кольцо. Только не говори, Сиди. Опыт пятьдесят. И не воображай, что ты можешь что-нибудь повесить на кого-нибудь из нас. Мы будем все отрицать. А вот и кольцо Нельсона. Надо к Нельсона теперь сходить. Черт возьми, какие-то всего лишь пятьдесят опыта. Да вы издеваетесь. Нельсон, кольцо твое. Я нашел его. Кольцо твое. Я так рад. Вот это другое дело. В мире не перевелись, честные люди. Знаешь что? Оставь его себе. Ты это серьезно? Оно мне напоминает о том, как меня обокрали. И к чему мне такое? Ты действительно хочешь отдать мне кольцо? Оно ведь дорогое. Ну да, конечно. Даже смотреть на него не хочу. Так что забирай его в качестве благодарности. Спасибо тебе. Так, а что за кольцо? Акробатика плюс один? Да. Бесполезное колечко. Мы гораздо лучше находили. Итак, давайте теперь посмотрим, какие у нас задания в городе. Все ли здесь выполнено? Сыновья Тельды, но мы потихонечку их находим. Один всего лишь сын остался. Как только его найдем, это задание отсюда исчезнет. Все, что лечит, это найти разные корешки, да, травы. Кстати, мы сейчас как раз туда сходим, наварим себе побольше зелий. Деньги у Конрада, но он ни в какую не хочет нам их отдавать. Что ты будешь делать? Вообще никак. Все, что плохо лежит, ну, это те самые мешочки. У нас их, по-моему, 12 или 11 из 15. Ну, почти все. То есть тоже скоро сдадим. В целом, заданий здесь больше никаких нет. Ну, таких прям грандиозных. В основном собирательства. Ну, вот Конрад остался. Но Конрад какой-то упертый. Вообще ни в какую делу с нами не хочет вести. Даже его голова это не смущает нисколечки. Сейчас кого-то химику. Так, это... Ты у химик или нет? Вот растение, которое ты просил. Отлично. Я не имею с тобой дело. А вот и обещанный эликсир. Зелье получено. Интересно, что это за эликсир такой? Ну-ка. Мне ж прям интересно стало. Написано было эликсир, а не зелье. А, вот оно, да? Бессречно повышает жизненную энергию плюс 10. Тысяча стоит вообще. Но это хорошая вещь. Во! Другое дело. У меня столько зелья есть крутых. Плюс 300. Представляете? Это за раз можно исцелиться. Давайте на нолик ее поставим подальше. Рогу уберем отсюда. Так. В самом конце пускай будут самые сильные. По мере возрастания. Так. Ну все. Все стоят, да? На магию купил меня. Зачем они мне? Поторгуем. Вот магически я продам. Мне их не жалко. Действительно. Единственное, может быть я оставлю мелкие вот эти вот. Что там для левитации, для какой-нибудь там, для нажимных пластин, для телекинеза, да? И прочее. Ну а в целом вот эти вот здоровые я аж не маг. Поэтому забирай. Мне не жалко. Стол мне твой нужен. Итак, 7 штук можем сделать. Ну я думаю, мы сейчас еще и зелье магии сварим, тоже на продажу. Я думаю, будет это дороже гораздо, чем мы бы просто продали ему. Ягода, сосуд, корона героя. Вино. А корона героя, кстати, оно... Что дает? Только магию. Важный компонент для магических снадобий. И все, да? Для магических, интересно, канает оно? Тысяча золотых стоит такое зелье. Давайте его сварим. А, не хватает, да? Требуемое знание, алхимия, один. У меня надо три. Ясно? Значит, маленькие бутылечки на продажу. Штук десять себе оставлю, остальное продадим. Поторгуем. У меня их двадцать два. Забираем у меня половину. Вот так вот, тринадцать. Девять останется. Не, ну, чуть-чуть. Ну, вот так вот, нормально. Так, все. В городе все дела решили. Теперь же нам надо отправляться. Давайте глянем, где у нас следующие могилы. Я думаю, сейчас по ним надо работать. Во. Так, мы сейчас в городе. Ну, самая ближайшая могила на выходе. И ее, по-моему, мы не разрывали. Ну, хорошо. Тогда идем, значит, через наш таинственный ход. И, по идее, она должна привести как раз туда. К тому берегу. Дорога эта. Еще одну могилу разроем. Посмотрим, что там будет. Нас ждать. Поговорим? Просто торговля и нечего более. Я уже слышу звук прибоя. Шум прибоя моря. Итак, могила. Идем вдоль берега. И потом где-то в леску, в лесочке, получается, она находится слева. До самого конца сейчас. Он там наверху, наверное. В кустах. Вот где-то здесь, наверное, на вот этом вот подъеме. Если мы ее уже не разрывали, то что-то... Не припоминаю. А, вот она, да? Здесь что-то есть. Я в городе находил одну из таких могил. Жаль, что на тот момент я не знал, как разрывать. Я бы точно там какой-нибудь сундук нашел. Больше, чем уверен. Итак, смотрим. Ожерели. 200 золота. И еще одно письмо. Уже 3 из 5. 2 осталось всего лишь. Давайте глянем, что там за записка. И кому эта могила посвящалась. Так, вот третья, да, по-моему? Чтобы никто не позарялся на мое золото, сейчас или в дальнейшем я установил несколько смертоносных ловушек, которые убьют любого, кто попытается открыть мои сундуки с сокровищами. Это старый фирменный трюк Барнабы. Он, конечно, не думал, что в итоге разделит судьбу своих жертв. Нам как бы намекает, что в следующий раз ты свои руки не ссой к сундуку, а то помрешь. Странно. Ну, не знаю, у нас есть ключ его. Может, с ключом это все нормально. Это может быть как-то против других настроено. Кто захочет именно взламывать с помощью отмычек. Давайте глянем. Эту мы разрыли, разрыли. За фирмой разрыли. Получается, остается две. Вот одна здесь и одна на каком-то острове. Ну, сейчас мы двигаемся, по сути, прям по направлению вот именно к этой. Давайте к ней сходим. Как-то по пути, вроде бы даже. Какой наглый волк, а? Знаете, с боков, как он кусает быстро вообще. До чего он быстро перемещается. Неудобный соперник. При том, что у меня даже мой герой не может с такой скоростью, как бы вообще. Максимум, да, вот его скорость. Не такая уж большая. Волки гораздо быстрее это делают. То есть, с ним сопротивляться в скорости, это вообще смысла нет. Единственное, что может быть, мы можем, если у нас будет зелье использовано. Точнее, даже не зелье, а как он называется, свиток. У нас там есть свиток на увеличение скорости. Наверное, как раз он для таких целей. Так, ну нам надо получается туда, дальше идти по дороге. Все ведь верно. А, нет, это другая дорога. Нам все-таки сюда, значит. Ну-ка. Ну да. Хоть дождь прошел. А то подождем бегать совсем некомфортно. Холодно. Да как вы меня прошибаете вообще? Смотрите, что творят вообще. Что-то мой персонаж разучился пользоваться щитом, по-моему. Что щит, что не щит. Вообще бьют все, кому не лень. Что за звук? Что за звук? Так рычит, по-моему, упырь. Несмотря на то, что я вроде с упырями расправляюсь теперь уже запросто. Я с тремя разобрался, помню. Не потратив почти что ни одной жизни. Точно это упырь. Но все равно они мне как-то вызывают страх. Еще по печальному прошлому. И самое печальное, что мне как раз таки в его сторону и надо идти. Да. А, не, это не упырь. Это ящерицы. Даже два. Они прошибают мой щит, поэтому я даже прятаться за него не буду. Это бессмысленно. Вообще смысла я не вижу в этом щите. Все, меня зарубили. Я хотел только выпить зелье. Я думал, я все уже бессмертный теперь. Могу ходить где захочу. Творить, что захочу. но не тут то было. Так, а где я сохранен? Так, могилу я разрыл. Получается. Я от нее пошел, да? Ох, как же это вернуло меня назад сейчас. Ну-ка. Если у меня будет зелье левитации сундук стоит даже сундук стоит разрыли мы его. Я думаю сейчас можно попробовать над ними пролететь чтобы не ввязываться с ними в схватку. Просто прям над головой у них взять и пролететь. Ну-ка по сохранениям почему меня сюда именно бросил я понять не могу. Это в городе да? Странно. Мне казалось что я дальше сохранялся. Не ну на самом деле не так уж далеко. за этим поворотом даже не поворот уже можно сказать к ним пришел. к этим двум ящерицам. Где-то прям здесь они стояли. Бесполезный арбалет. подошла и выжидает что-то что хочет пришла драться так дерись что стоит смотреть на меня опять я их слышу уже вот же автосохранение здесь было почему меня кинуло опять туда понять не могу так давайте тогда прямо вот именно так вот сохранимся чтоб уж наверняка вон они ходят куда же мне надо идти вот именно эта дорога и ведет к ним тем могилам куда нам надо давайте здесь как нибудь их стороной кстати может ты поможешь стена пойдем со мной давай их сюда я выманю а мы с тобой вдвоем уже разберемся с ними как тебе план ты рехнулся все стен приготовься ты можешь бежать ооо да он вообще слабак по моему я это зря сделал не ну стен конечно встанет как и все они тут встают но я не думаю что он настолько хиленький все верно они за мной не будут идти все отстали слава богу на настояло идти по дороге все таки вот здесь волки сюда что ли какой же путь запрятали запрятали могилу так я в обратную сторону смотрю вот по этой дорожке пройтись они уже разрыли мою могилу посмотрите вот это поворот все больше и больше поражаюсь игре ожерелье кольцо это та самая вот ловушка сработала про которую он как раз написал что ли или это другой сундук так а не мы еще не дошли я уж думал это они пришли тут разрыли но у нас зелье левитации есть недаром нам его сейчас подкинули как бы намекают это очевидно наверно здесь нет ну запрятали ну я уже почти наверное надо мной прям день там если судить по карте так еще выше что ли там какая-то хижина даже да и здесь какие-то места странные столько всего интересного ух ты а ты кто что за Леон ты ведь настоящий конечно я настоящий прости прости чем дальше тем сложнее становится различать кто ты меня это зовут Леоном Леон ты кажется нервничаешь слегка найти тебя определенно было нелегко зачем ты меня искал это братан еще один да точно твоя мать волнуется моя мать всегда волнуется можешь передать ей что я еще жив пока что и по ней скучаю матерям такое нравится сам ей передай я назад не вернусь я ушел чтобы побыть в покое что ты тут в глуши делаешь один ищу что-нибудь чтобы перекусить ты уверен что это все конечно я ж охотник в конце концов вот охочусь ты не похож на охотника ну не похож и что я могу с этим поделать давай выкладывай чем ты тут занимаешься на самом деле ну ладно ладно я искатель сокровищ слышал что в развалинах тут полно всякого хочу вот подзаработать я даже обзавелся киркой лопатой хватит врать по глазам же вижу что обманываешь ты от меня так просто не отстанешь да ни за что ну ладно тогда только ты все равно мне не поверишь прямо перед тем как орден запер харбортаун мне начали кошмары снится потом еще хуже стало я начал видеть призраков слышать голоса в голове я сбежал из города но тут легче не стало я уже сто лет не спал нормально все время голоса что-то нашептывают эти привидения блуждающие призраки от меня так просто не отстанут ух ты это таинственно что-то с чего бы мертвому лорду преследовать тебя мы же его если бы я только знал значит эти призраки с тобой разговаривают только один из них называет себя лорд патраскон он да я его знаю ну знал правда ты его тоже видел наши пути раньше пересекались что ты о чем это знаешь мы его уже все убили оживший лорд патраскон мертв опять ты его прикончил но я все еще чувствую проклятие ты не знаешь откуда берутся эти призраки нет ну мне снятся башни к северу отсюда есть разрушенная башня вдоль западного побережья еще башни есть может быть они оттуда и появились мы в этих башнях тоже были если они тебя одного преследуют то ты ясное дело что-то натворил я нашел в лесу это странное кольцо просто нашел понятно ни у кого не крал оно там лежало с тех пор и их вижу покажи мне кольцо вот наверное это кольцо принадлежало им а мертвые не любят когда трогают их вещи черт побери и что мне теперь делать может быть я решу твою проблему с призраками правда и как ты это будешь делать направлюсь в башню посмотрим что там такое это было бы здорово не знаю даже сколько еще я смогу вынести проклятые лорды да мы это же выполнили все по сути и уже эти собрали кольца мне нужно больше информации про этих покойников покажи мне на карте где именно расположены эти башни так дай-ка сориентироваться одна неподалеку отсюда к северу а еще две на западном побережье думаю одна еще может быть на южном берегу и еще одна на восточном я их отмечу на твоей карте в общем надеюсь это поможет да спасибо посмотрим я нашел вассальное кольцо лорда призрака точно такое же как твое получается мои призраки действительно как-то связаны с этим кольцом похоже на то лучше б я эту чертову штуку даже не трогал как думаешь может колец больше что если у каждого призрака есть такое я нашел второе такое кольцо похоже что только у мертвых лордов есть вассальные кольца ну у них и у тебя о боже ты представляешь что это значит полагаю наш говорящий призрак патраскон выдал остальным лордам вассальные кольца чтобы контролировать их но что-то пошло не так и все они теперь живые мертвецы а при чем здесь я когда ты нашел кольцо патраскон пытался взять под контроль тебя поэтому ты слышишь его голос да да он говорит со мной говорит мне всякое может быть в следующий раз ты подумаешь прежде чем хватать чужие вещи и что я теперь обречен он хочет чтобы я убил себя покончил со всем этим должен быть какой-то способ справиться с проклятием надеюсь ты найдешь его прежде чем проклятие справиться со мной кому принадлежит эта лачуга мне теперь значит ты ее занял ты думаешь красть чужой дом это нормально слушай ты сам видишь на этом острове все вердном меня тут никто пока не беспокоил хозяин либо помер либо отправился в монастырь да уж похоже на том а как ты из харбортауна выбрался через стену перелез так просто ну просто если не считать того что тебя никто не должен увидеть при этом шесть колец надо собрать а у нас три я думал у нас уже все кольца я забыл какое количество именно там вот наверное здесь где-нибудь могила от этого владельца хижины есть неподалеку он не против если мы сюда заходим можно будет ночевать здесь это хорошо но обворовывать я его не буду явно у него там ничего такого полезного кроме копеечных ну на улице можно в доме не буду и пожалуй возьмем только с надоби и все остальное пусть при нем остается так а могилу то мы такие не нашли вокруг нее все ходили ходили она где-то на дороге такое ощущение если по карте смотреть куда-то туда все показывает прям подо мной как будто бы а где именно может тут вот она же стоит вот он крест здесь что-то есть ну кто на этот раз зарыть здесь нас не убьет сейчас на 10 механизмами этими и так зелья ловкости есть бессрочно повышает ловкость на 5 это хорошо вообще сейчас выпьем его чаша золота ну все как обычно последняя могила у нас осталась так давайте сейчас сразу же зелья это намахнем и будем лучше стрелять и прочтем записочку очередную так пятая вот это мы по-моему не читали четвертая мятежники 4 лишь один сундук не предоставляет опасности при условии что вы знаете какой именно и у вас есть универсальный ключ все в ваших руках по правде сказать мне немного жаль тараса он был хорошим человеком тараса ну да у нас есть ключ поэтому нас не трогает это заклятие все кто хочет просто так ограбить сундуки погибают от ловушки какой-то могущественной ну что еще кто-то на меня я там лордов нежити мочу тут какие-то волки на меня нападают видите ли вообще не в своем уме что ли я там прыгал а здесь можно было так по-простому подняться да но видать это есть как раз и там тарас это хозяин вот этой вот лачушки ну что здесь тогда и остановимся я думаю до следующей серии хорошо комфортно удобно сесть у кострал так на сундучок посидеть пообщаться с этим парнишей конечно курить мы не будем как он смотрю здесь у всех проблемы с этим с вредными привычками надо бороться здесь даже туалет есть на всякий случай если что можем сходить если вдруг нам страшно станет от его рассказов про призраков сейчас поподробнее я у него все то узнаю что ему там нашептывают в общем увидимся в следующей серии если вам понравилось это видео не забудьте поддержать меня пальцем вверх также комментариям ну и не забудьте подписаться на канал если вы еще этого не сделали с вами был Дэнни Марс и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok